Галине Карпенко, как и ее соседям, киоск, что стоял прямо под окнами, доставлял одни неудобства. Возле него круглосуточно собирались шумные компании, курили и выпивали. Ночью создавались проблемы, потому что появляется молодежь, кричит. В каком они состоянии, что они употребляют, не знаю. Чем там торгуют, практически я не знаю, потому что я не пользуюсь услугами этого киоска. Он изжил себя. Он работает круглосуточно, нет ни водопровода, ни канализации. Киоск нарушал многочисленные нормы, противопожарной безопасности, санитарные, технические. Также точка, торгующая алкоголем и сигаретами, находилась в непосредственной близости к музыкальной школе. Потому было принято решение демонтировать магазин. Хозяин ларька был предупрежден, что ему необходимо освободить территорию и вывезти киоск самостоятельно. Однако до часа Х никаких действий владелец не произвел. И судьбой торгового помещения теперь распоряжается администрация города. Мы его отправляем на штрафстоянку. У нас есть места, которые предназначены для хранения вывезенных незаконных киосков. Киосков мы вывозим много. Город постоянно освобождает свою территорию от незаконных киосков. В прошлом году мы вывезли 1300 киосков. В этом году мы уже вторую сотню вывозили. Работа проводится постоянно. В ближайшее время территория будет благоустроена. Место заасфальтируют, придав ему цивилизованный вид. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Продолжение следует... Продолжение следует...